С появлением онлайн-сервисов по заказу такси пассажирские перевозки стали менее безопасными, так как водители таких транспортных средств перед рейсом не проходят медицинское освидетельствование. Статистика показывает, что такие таксисты чаще управляют машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав создают аварийные ситуации. В связи с обращениями горожан в администрацию города был проведен рейд по пресечению работы нелегальных такси. По его результатам выявили трех нарушителей, которых привлекли к административной ответственности. Участники совещания обсудили и ситуацию с несанкционированной продажей продуктов питания на улицах Армавира. Отдел торговли совместно с представителями правоохранительных органов ведет систематический мониторинг территории города на предмет выявления нарушений в сфере торговли. Пресекать несанкционированные действия помогает в том числе и система городского видеонаблюдения. За прошедшую неделю сотрудниками отдела было выявлено пять фактов незаконной торговли. Участковыми четыре факта и один ППС. Материалы направлены в административную комиссию администрации города. Несанкционированная торговля – это фактически незаконная деятельность, которая направлена на получение прибыли без оформления специальных разрешающих документов. Кроме того, такая торговля опасна для здоровья, а порой жизни покупателей, так как ведется без соблюдения элементарных санитарных норм. Опасность представляет даже некачественная упаковка, из-за которой в продукты могут попасть различные бактерии. Документов, подтверждающих безопасность продуктов питания и промышленных товаров, у торговцев нет. Отсутствуют у них и санитарные книжки, подтверждающие здоровье продавцов. Кроме того, на планерке обсудили ход реализации так называемой мусорной реформы и рассмотрели ряд внутренних вопросов. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.